Я говорю и показываю премиум плагины от Крокоблок. Плагины способны сильно улучшить конструктор страниц Elementor Pro на WordPress. Конкретно в этом видео я хочу показать возможность делать залипание любой секции в Elementor Pro. Эта опция находится в JetBlocks. Вы можете сами на это посмотреть, перейдя по ссылке в описании под этим видео на страницу Крокоблок. Это находятся продукты. Дальше вы смотрите JetBlocks, именно Blocks. На самом деле это набор плагинов, вот этот JetBlocks. Ниже вы можете видеть, что дает этот JetBlocks. Он дает ряд дополнительных плагинов. Это поиск, это регистрация, авторизация пользователей на сайте, если вам такое нужно реализовать. Это меню, это хлебные крошки и другие плагины. То есть, когда мы с вами устанавливаем на наш Elementor Pro элемент JetBlocks, мы получаем вот эти плагины. Плюс дополнительную настройку, которая позволяет делать залипание любой секции в Elementor Pro. Как раз в этом уроке и пойдет о ней речь. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Я на свой тестовый сайт на Elementor Pro установил уже этот JetBlocks. И сразу хочу показать, что у меня получилось. Я в секцию добавил вот такой вот поиск от этого JetBlocks. И самое главное, посмотрите, что происходит при прокрутке. Я так захотел, я так сделал. Вот такой вот отступ. Фон закрашивается красным, появляется тень. Вот так вот плавно прокручивается этот поиск. Это реальный поиск, он ищет. Вот, давайте посмотрим. У меня здесь есть такая вот статья. Вот он эту статью нашел. И вы можете неограниченное количество, очень легко, без каких-то заморочек, сделать залипание и вот как-то так ее настроить, чтобы это все смотрелось. То есть наверху поиск выглядит вот так. При прокрутке у нас очень красиво это все отображается. Давайте посмотрим, как это реализовывается. Я перехожу в настройки. Я вам покажу, что этот плагин у меня установлен. Опция, позволяющая так залипать, она доступна только, когда вы установили JetBlocks. Я перейду в плагины. Активные. Вы можете видеть. Вот он JetBlocks for Elementor. То есть он у нас установлен. Теперь я перехожу в страницы. Сразу перейдем к делу. На главной странице. Редактировать через Elementor. Плагины JetBlocks. Вот они все. В следующих уроках мы какие-то из них с вами рассмотрим. Вот, например, поиск я сюда перенес. Мы его рассматривать не будем, потому что мы уже рассматривали от Крокоблок очень крутой поиск. Именно этот поиск, он ничем не примечательный. Обычный такой поиск. И давайте я с самого нуля все сделаю. То есть я добавлю колонку. Пускай будет в ней тоже поиск. Если я сейчас обновлю, естественно, мы ничего с вами не увидим того, что я вам показал. Вот поиск при прокрутке, ничего не происходит. Вы просто переходите в общую секцию. Вот это наши синие три кнопочки. Захожу в среднюю и переходим в расширенные. Вот именно здесь появляется, видите, Jet Sticky. Это опция от Jet Blocks. Заходим в нее. Выключена эта у нас с вами настройка. Фиксировать секции. Мы с вами фиксируем. Прямо сейчас обновить. Идем на сайт. Посмотрим, работает ли это. Вы это видите. Сразу работает. Фон прозрачный. Просто залипает. То есть очень удобно. Очень просто. И давайте по настройкам. Ниже вы решаете, на каких устройствах вы хотите видеть, чтобы это залипало. Сейчас включено на всех устройствах. Компьютер, планшет, мобильные устройства. Вот так вот по крестику просто удаляем. Если, например, нам не нужно на мобильных устройствах, чтобы это залипание срабатывало. То есть на этих устройствах будет залипать, на мобильном устройстве не будет залипать. Хотите вернуть назад, кликайте и выбирайте мобильное устройство. Мобильное устройство здесь появится. Так, Z-Innes пока не смотрим. Максимальная ширина. То есть сейчас у нас с вами, видите, как прокручивается. Давайте, знаете, как сделаем. Мы сначала, чтобы понять эту опцию, мы закрасим цветом. Давайте чуть ниже. Понятно здесь всякие отступы. Вот тип фона, заднего фона. Кликаем на кисточку. Кисточку. Во-первых, фон можно залить картинкой здесь. А цвет здесь. Вот давайте просто посмотрим. Я выберу вот такой цвет. Обновить. Пойду на сайт. Обновлю здесь. Изначально мы ничего не видим, но при прокрутке вот эта плашка вся, она становится красным. То есть сами решайте, нужно вам это как-то сделать похожим образом. То есть вы можете даже здесь назначить градиент. Например, когда мы прокручиваем, чтобы еще подсвечивалась тень. Кликаем вот ниже, вот здесь вот видите, карандашик тень. И смотрим, увеличиваем как-то тень, сделаем тень более темной. Давайте посмотрим, что у нас получается. То есть в режиме редактирования мы не видим изменений. Только на самом сайте. Вот вы видите, появляется еще и тень. Далее, что мне здесь еще нравится. Вот возвращаемся выше. Максимальная ширина. Смотрите. Лучше сразу покажу, чтобы было понятно, что это такое. Обновляю сайт. Получается, вот эта сама плашка, она становится размером поиска. Ну и сам поиск даже становится уже. Ну вот на ваше усмотрение. И самое, что мне больше всего понравилось, вот этот отступ. Я кликаю вот сюда на скрепочку, чтобы отступ прописать только в одном месте. Отступ сверху. Например, 200 пикселей. Обновляем. Смотрим. Вот вы видите. Но у нас оно резко попадает, вот этот поиск, в центр экрана. Достаточно резко. Что здесь можно сделать еще? Продолжительность перехода вот здесь внизу я делаю максимально. Обновляем. Обновляем страницу. И посмотрите, как плавненько она скользит, даже когда я прекратил прокручивать. То есть очень-очень круто. Теперь, такой маленький нюанс, если вдруг вы захотите зафиксировать несколько элементов на одной странице. Скажем, вот это наша следующая секция с дефолтной картинкой, дефолтным текстом. Я захожу сюда. То есть вы должны понимать, что эта опция JetSticky появляется абсолютно у каждой секции. Заходим сюда, просто фиксируем, чтобы она фиксировалась. Обновимся и посмотрим, что происходит. Естественно, поиск нам нужно, например, сделать поверх всего. Вы видите, у нас все получается, как бы фиксируется. Вот эта колонка тоже. Видите, я прокручиваю, а колонка фиксирована. Но поиска мы не видим с вами. Для этого мы переходим в настройки секций там, где поиск. Опять заходим в JetSticky и вот ZIndex поставьте 4 девятки. То есть таким образом мы говорим, что мы хотим, чтобы поиск был слоем поверх всех. И получается, что, видите, наша задняя вот эта секция, она тоже залипает, вы это видите. И поиск залипает. Но поиск поверх всех. Вот и сами решите, как это можно круто применить на вашем сайте. Увидимся с вами в следующих видео.